Доброе утро, уважаемые коллеги! Доброе утро, уважаемые коллеги! Доброе утро, уважаемые коллеги! Практически 50% пациентов Летальность в течение первого года после постановки диагноза тоже достаточно высока, это практически 70% Под первичным раком здесь идет статистика по нозологии С22, которая в себя включает не только ГЦР, который, конечно, большую часть первичных раков печени на себя берет, это практически 85% Ну, также и внутрепеченочная холонгиокарцинома от 10 до 15 и оставшиеся 5% на остальные злокачественные опухоли печени С экстрапеченочным распространением метастазов гептоциллярный рак встречается нечасто, это порядка 5-15% И на данном слайде представлены основные места, куда метастазирует гептоциллярный рак На первом месте это легкие, практически половина, забрюшины лимфоузлы, кости 30%, надпощечники 20% И остальные места, и в частности кожи и мягкие ткани, это совсем маленький процент, даже и одного нет, это меньше 0,5% Здесь характеристика пациентов нашего диспансера в период с 2010 по 2020 год Общее количество пациентов 256, из них радикального лечения смогли получить только 38 пациентов Остальные были применены к ним палеотинные методы лечения И дальше хотелось бы вам представить два клинических случая, которые обращают на себя внимание в плане сложности диагностики На этапе постановки диагноза, на этапе, опять же, прогрессирования уже установленного диагноза Первый случай это пациент, мужчина 61 года, с первичным мощным заболеванием Первый это гептоциллярный рак, первая B стадия, в 2012 году установлен Второй рак желудка, после радикального лечения в 2007 году, и по этому заболеванию у него была стойкая ремиссия Из сопутствующей патологии, это сердечная патология, а также метаболический синдром медисахарного диабета и ожирения второй степени И хронический гепатит С с исходом цирроз печени, с функциональным статусом ЧАЛПУА Стоит отметить, что гепатит С у пациента существует уже более 20 лет на тот момент Противовирусную терапию он не получал И вот тот случай, когда у пациента на момент диагностики уровень онкомаркера альфа-фитопротеина в пределах референсных значений Пациенту выполнена диагностическая ангиография печени с биопсией И мы видим здесь достаточно большой узел, располагавшийся в печени И по данным цитологического исследования после биопсии, данных за онкологический процесс мы не получаем А по гистологическому ответу, получаем ответ от патологов в виде подобных изменений Могут соответствовать аденоме и легомартоме печени, что является доброкачественным образованием Учитывая данные рентгенологические, данные того, что у пациента есть цирротическое изменение печени на фоне гепатита С Пациенту было выполнено хирургическое лечение в виде анатомической резекции 6-7 сегментов печени И уже только на окончательном ответе операционного материала от гистологов мы получаем гепатитсулярный карциному, мелкоузловую цирротическую печени на фоне хронического гепатита Это в 2012 году Контрольные магнитно-резонансные томограммы брюшной полости, сделанные спустя 3 месяца и спустя 17 месяцев У данного пациента мы видим, что данных, по крайней мере в брюшной полости, данных за прогрессирование нет В 2015 году, это получается практически 3 года спустя от первой операции, пациент отмечает у себя образование в мягких тканях передней брюшной стенки В проекции 6-7 межеребея, последней подмышечной линии справа Стоит отметить, что это как раз совпадает с тем местом, где была ранее выполнена биопсия Пациенту было выполнено МРТ брюшной полости, было также КТ грудной клетки Данных за отдаленное метастазирование в других органах получено не было Также в анализах крови уровень онкомаркера сохранялся в референсных значениях Данное образование было расценено как имплантационный метастаз гепатитулярного рака И было выполнено удаление вот этой опухоли в мягких тканях передней брюшной стенки На данном слайде мы видим этап операции Вид макропрепарата И по гистологии нам дают ответ, что это метастаз гепатитулярного рака Спустя еще 11 месяцев после уже повторной операции Контрольная магнитно-резонансная томограмма брюшной полости Мы видим прогрессирование в виде достаточно больших размеров образования правого надпочечника Что расценено как прогрессирование заболеваний И уже дальше пациент перешел на этап системной химиотерапии Второй случай Тоже мужчина 81 год Гепатитулярный рак Т3-0-0 Изначально стадирую Остадировали так Сопутствующая патология У нее здесь, к сожалению, представлено на этом слайде только в виде гепатита С Цирроза печени С функциональным статусом ЧАЛ-ПЮА Но также у нее на самом деле была и сердечная патология тоже Гепатит С у этого пациента существует практически 30 лет Противовирусную терапию он не получал И что стоит отметить, альфа-фетопроин тоже был в пределах референсных значений Компьютерная томограмма брюшной полости Мы видим, что в артериальную фазу В левой доле печени Типичная воскулиризация опухлевого образования Характерная для гепатитулярного рака Активное накопление контраста в артериальную фазу И венозное его быстрое вымывание С целью диагностики выполняется ему биопсия Этого образования под УЗИ навигацией По первому гистологическому исследованию Мы не получаем данных за опухолевой процесс И принято решение сделать повторную биопсию Потому что часто бывает, что столбик ткани маленький Может быть, пошли по касательной И делается повторная биопсия На повторной биопсии Хочется отметить, что на тот момент, когда делалась повторная биопсия В нашем учреждении было на апробации Ультразвуковое исследование С усиленным внутривенным контрастированием Так называемым сыновью Этот пациент был таким ярким примером Для использования этого метода И картина, которую мы видели на сыновью Она была с такой же типичной Воскулиризацией опухолевого образования С накоплением контраста И уже даже под этим наведением Мы делали биопсию И повторную И по ответу гистологическому Мы получаем, что данная морфологическая картина Крайне подозрительна на гептосулярный рак Материал направлен на ИГХ-исследование По ИГХ-ответу мы получаем Что в наибольшей степени Данные ткани соответствуют гептосулярной аденоме Что является доброкачественным образованием Пациенту Вот как раз С лечебно-диагностической целью Выполнена химиобилизация Правой и левой ветви печёночных артерий Спасибо большое И на ангиограммах Мы видим Типичное накопление контраста В опухолевом узле В левой доле печени И дополнительно видно ещё Два аналогичных образования В С4 и в С7 печени Которые Ранее не были видны На катетомограммах Интересность этого случая В том Что пациент Во время госпитализации Больше никаких Жалоб не предъявлял И уже практически В момент выписки Задает вопрос О том Что делать ему С опухолевым образованием Которого Оказывается Беспокоит Уже больше года О мягких тканях Теменной области Пациент был взят Смотровую При осмотре было видно Что действительно Опухоль достаточно большая На первый взгляд Она сразу казалась Злокачественной Сделали из неё Биопсию Вы видите здесь следы Вот И По ответу Ну Пока мы ждали Ответ гистологов Была сделана Компьютерная томограмма головы На которой видно Достаточно большое Образование В мягких тканях Теменной области С вовлечением Надкозницы Ну Здесь указана Биопсия Которую мы сделали Гистологи дают нам ответ Что Данная картина Соответствует Аденоме печени После чего Мы обращаем Их внимание Простите Что Биопсия была выполнена Не из печени А из мягких тканей головы И По ИГХ Ответу Окончательному Дают нам ответ Высокодифференцированной Гипсулярной Карциномии И Заключительный диагноз Тогда у пациента Уже выставлен Как Четвёртой стадии С метастазами Мягкие ткани головы Была Дальше Назначена Системная Химиотерапия Резюмируя Два данных Клинических случаях Хотелось бы сказать Что метастатическое Поражение кожи И мягких тканей При гипсулярном раке Довольно редко Встречается Как по данным Мировой литературы Так и в наших Наблюдениях Поэтому диагностика Их достаточно Затруднена С этим Отсутствие Специфических Клиникодиагностических Признаков ГЦРН Как типичное Контрастирование По данным КТ и МРТ Уровень Альфа-фетопротеина Больше 200 В ряде случаев Усложняет Морфологическую Верификацию Ну и В представленных Примерах Верификация Диагноза И прогрессирование Опахоли Установленные Через отдаленные Метастазы В том числе Редко встречающиеся Спасибо за внимание